всех приветствую на моем канале добро пожаловать сегодня очень вкусное меню на ифтар всем желаю приятного просмотра буду готовить очень вкусный супчик мостова для этого мне понадобится 1 помидор 1 болгарский перец фасоль белая нут у меня уже отваренный 5 картофелин кубиком нарезала одна крупная морковка мелкий кубик две небольшие луковицы тоже нарезала мелко мясо говядины 500 грамм томатная паста 2 столовые ложки 1 чайная ложка зиры соль по вкусу и растительное масло 100 миллиграмм разогретый казан отправляю масло растительное и выкладываю мясо и буду жарить на среднем огне до румяной корочки мясо моё обжарилось добавляю теперь репчатый лук мясо с луком буду обжаривать в течении 5 минут на среднем огне мясо с луком уже обжарилось добавляю морковку буду обжаривать пару минут добавляю сладкий болгарский перец обжариваю еще пару минут добавляю необходимое количество воды когда вода закипит сразу добавлю картофель добавляю соль по вкусу затем добавлю пол стакана промытого риса теперь добавляю помидор томатную пасту и оставлю вариться на среднем огне до готовности прошло около 40 минут в последнюю очередь добавляю фасоль и вареный нут выдавливаю пару зубчиков чеснока у меня очень большой чеснок поэтому если маленькие брать зубчика 4 будет несколько щепоток возьму зиры растираю между пальцев добавляю в суп доведу еще раз до кипения проварю пару минут и буду убирать с огня мой супчик уже готов посмотрите какой он наваристый аппетитный и очень ароматный а вкус вообще бесподобный будет при подачи добавить зелень и сметана приготовлю творожный тортик миской разбиваю 3 куриных яйца добавляю щепотку соли взбиваю миксером постепенно добавляю 100 грамм сахара взбивать буду до устойчивой пышной пены вот такая вот пена должна получиться добавляю постепенно в два приема 110 грамм муки перемешивать нужно лопаткой снизу вверх перекладываю аккуратно тесто в форму форма у меня 22 сантиметра буду выпекать в течение 40 минут при 170 градусах приготовлю творожное суфле для этого мне понадобится творог 600 грамм вода 250 миллиграмм сахар 250 грамм сметана 300 грамм ванилин и 20 грамм желатина желатин высыпаю в холодную кипяченую воду и дам ему набухнуть в течение 2 минуты в творог добавляю сахар немножко ванилина вкладываю всю сметану и взбиваю до очень пышной массы чтобы не осталось ни одной крупинки вот такая вот гладкая однородная масса должна получиться теперь постепенно добавляю желатин я его растопила в микроволновке по 10 секунд постоянно перемешивала когда желатин полностью растворится добавляю постепенно его в творожную массу творожное суфле готово бисквит нужно будет разрезать ровно на три части вкладываем коржи в разъемную форму между формой и бисквитом должно остаться расстояние пару миллиметров всю творожную массу я разделила на три части и каждую часть я предварительно растоплю в микроволновке и заливаю сверху коржи отправляю тортик на 1 час в холодильник на второе блюдо я буду готовить свои запеканки как я готовила можно посмотреть внизу под видео ссылочка будет видео о заготовках запеканки у меня замороженные я их размораживать не буду добавляю просто необходимое количество воды и все запекаю в течение часа при 200 градусов на всякий случай сверху я укрыла пергаментной бумагой и в таком виде буду запекать мои запеканочки уже готовы посыпаю зеленью и можно подавать к столу сделаю еще небольшую овощную нарезочку для этого мне понадобится помидор огурец и сладкий болгарский перец болгарский перец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тортик буду украшать свежей клубникой Тортик буду украшать свежей клубникой Тортик буду украшать свежей клубникой Когда я заливала торт творожным суплей, я не использовала ацетатную пленку. Поэтому, чтобы извлечь мне тортик, я прогреваю феном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok